Мне 23, Е18. В такую ситуацию попадаю впервые. Вторая встреча был флирт, тактильные моменты, сидели вместе, трогала, гладила шею, голову, но ближе не садилась. На расстоянии вытянутой руки была от меня, говорила про личное пространство, подпускала ближе, вся встреча была на позитивной ноте. Подловил момент, поцеловал, но реакция достаточно скованная, только губы без языка. Далее легла мне на колени, держала руки и т.п. Короче, очевидно было, что все окей, отвез домой, долго обнимала. Я на прощание хотел поцеловать, отвернулась, я не писал 4 дня, вижу, что заблокировала в ТГ. Я спросил в гости соцсети, в чем дело, ответ. В какой-то момент я поняла, что мне некомфортно, у нас разные понятия о личных границах, поэтому решила, что будет легче кинуть себя в блок. Думаю, что если... Ну, да. Значит, и так. Что делать? В 18 лет. И помните, дорогие друзья, в ЖБТ я писал такой раздел про девственницы. Вот когда 18 лет, может быть девственница. У меня, знаете, у меня, когда в Киеве оказался, у меня там девственницы были в 20 и в 21 год. Ну, то есть, может быть такое, да. Поэтому, первое, что нужно прочитать, раздел про девственницы. Когда речь идет о 18-летних, ну, в общем, там может такое быть. Кстати говоря, я там в книге написал, даже если девочка там опытная в сексе, даже если уже там общалась и с сексом занималась, все равно на нее ты хорошо работаешь, когда ты ее как девственницу начинаешь разводить, да. Ну, и когда ты... А если ты попадаешь, то в этой ситуации ты тут же фрейм меняешь. То есть, она уже в оценочном фрейме оказывается. А если ты не попадаешь, она тоже оказывается в оценочном фрейме. Почему? Потому что, когда начинаешь говорить, ну, я знаю кое-что тебе, ты девственница, она не девственница оказывается, да. Она спрашивает, а почему ты это решил? Ну, ты ведешь себя так, неопытно с мужчинами, видно, не умеешь общаться, да. И она начинает понимать, что по каким-то причинам ты решил, что она не умеет общаться, да. А это же что такое значит? Ну, значит, ты учитель, она ученица. Ты уже все, ты уже верхний, ты уже доминант, ты уже можешь ее чему-то учить. И ты можешь на это вывести быстро очень. Когда ты быстро выводишь девочку на то, что ты 23 года, и ты ее учитель, она ученица, она ничего не знает, ничего не умеет, не умеет общаться, правильно и так далее, то сразу все хорошо. Ты можешь ей прям инструкции какие-то давать. Аккуратно, да. Начиная с простых команд, там, пожалуйста, подай, пожалуйста, стакан, да, спасибо. Вот, заканчивай там такими, как сядь на колени, вот. Соси. Ну, и так далее. Я очень люблю с самого начала тестить BDSM на них. Потому что если это прокатывает, то все окей. Еще один такой момент, вот у нас есть такая важная фишка в теме, мастер не трогает. Ну, вот на мастерском тренинге я говорю, мастер не трогает. Вообще руками не трогает. Никаких там каплюсов из пикапа, нахуй все это. Не работает это, да, у мастеров. Мастера не трогают женщин. Мастер трогает женщин только чем? Девайсами различными. И делает обход сознания. То есть я не буду пытаться трогать, слапать женщину, как человек, который там является последователем старых идей пикапа, что надо сразу руки тянуть и на них там и тестировать, они будут реагировать нормально или нет. Почему? Потому что когда речь идет о том, что я мастер, она не мастер, соответственно, я гораздо высшей ценностью обладаю, чем она. Я мужчина, который обладает высшей ценностью. С хера ли я буду вообще кого-то трогать? У меня другие цели. Выпороть ее по жопе кнутом. Вот это да, это цель моя. Я хочу ее выпороть, я кайфану от этого. Значит, это классно. То есть это обходит их сознание. Почему? Потому что она думает, он хочет проникнуть ко мне в писью. А, давай мне дари, кружи, плати, то, сё, третье, десятое, тогда в писью. Я хочу твою писью. Мне не нужна твоя писья. Вот в чем идея обхода сознания и мастерских технологий. Мне не нужна твоя писья. Я по жопе тебя хочу выпороть и все, чтобы больно тебе сделать. А вот на это у нее женского фильтра нет. Она уже не понимает, какая стратегия. Чувак не хочет меня. Чувак хочет меня отпиздить. Нормально, что делать-то? Или чувак хочет попить моей крови. Он вампир вообще. Что делать? И у нее не возникает желания отфильтровывать. Она в шоке, она не понимает, как реагировать. А ты дальше накидываешь, накидываешь, накидываешь всякой фигни ей. Потому что ты не борешься за ее писью. Другой парень, третий парень, четвертый парень там сидят. Они все хотят ее, они хотят писью. А ты хочешь ее по жопе отстегать кнутому. А писью ты ее не хочешь. Ты хочешь, чтобы она на коленях ползала там и кому-то отсосала. А сам ее не хочешь трахать. Ты такой, ты извращенец, ты мастер. Она от этого как бы в шоке и она не понимает, как реагировать. Это такая фишка стратегически зачеркнуть в ней любые попытки женских манипуляций, фильтраций, игр всяких разных, стратегий, которые они запускают, как только они понимают, что она тебе интересна как девочка. Поэтому в таких стандартных вещах, для мастера, если она уже на колени голову давала и так далее, что-то давала, а потом ты ее пытаешься поцеловать, а она тебе не дает. Но вообще я всегда говорю, что поцелуй не имеет никакого отношения к соблазнению. Вообще тут косяк. Зачем целовал ее? Не надо целовать женщину, надо ее трахать. Зачем целовать? То есть это уже косяк. Если ты смотрел мои предыдущие эфиры, ты должен понимать, что это косяк. Потому что, ну, как бы ты поцелуешь... Вообще говоря, это логически поцелует акт кормления. То есть ты сразу показываешь, что ты готовишься быть кормящим ее самцом. А что это означает? Да, это означает, что она тебе давай кидать на всякие разные вещи. Типа, так, платить не будет, нахер не интересен. Она тебе говорит, у меня другие жизненные планы. Я вообще олигарха хочу, который меня не будет вообще трогать руками, целовать, а просто будет платить и ебать мне в задницу. И все. Вот мои жизненные интересы, допустим. Она про себя думает. Это классный вариант для нее. А ты, мальчик, извини, до свидания. Давай, до свидания. То есть тебе надо перебабливать их стратегии, своей стратегией, которая более хитрая и, соответственно, вот когда, допустим, ты там с девочкой взаимодействуешь, да, вместо того, чтобы там обнимать ее и ласкать, сжимать руки сзади, например, зажать и не обнимать ее, и не ласкать. Зажать сзади и сказать, классно, прям чувствую, когда я тебя бездвиживаю, меня прет от этого. Хочу тебя связать. Трахать не хочу. Ты мне неинтересна. Как сексуальный объект. Ты мне неинтересна, как жертва. Ну и так далее. Ты мне неинтересна, как моя псинка, которая будет бегать за мной, хвостиком вилять, и мне разные вещи делать классные. Ну и так далее. Но это жесткая для вас вещь, как бы еще пока что. Но когда будете проходить стиль подонка, там, когда-нибудь, может быть, тестировать, вы поймите, насколько железнобетонно круто это работает, как они охеревают от этого вообще всего. То есть, как они дико на это ведутся и подсаживаются на такие жесткие вещи. То есть, грубо говоря, когда ты целуешь ее в губы, да, то для нее знак, ага, а он претендует на меня, ага. И дальше она начинает, вот, почитая начало книги, «Жизнь без трусов». Это классика жанра, да. То есть, она тебя кидает на стандартную стратегию. Ты претендуешь на нее. А дальше что? А дальше пять свиданий, там, туда-сюда. Надо просто ломать их стратегии разными шоковыми фишками, да. И когда она оказывается в шоке, когда она начинает, значит, понимать, что со мной происходит, блин, что творится, там, я не понимаю, а, 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 раз, а ты уже в ней, да. Вот это шоковые все фишки, там, прожимы и так далее, там, холодный душ, опять же, там, стандартные вещи, там, а, там. Вот это гораздо круче, быстрее приведет тебя к сексу, чем ждать, гладить ее, ждать, когда она даст. Ну, это как бы стандартная вещь, я здесь вижу стандартные. Тут не было соблазнения вообще, кстати говоря, вот в твоем описании, там, не было соблазнений. Ты ее не соблазнял, ты ждал, когда она тебя даст. Гладил ее, там, целовал ее. Дашь мне? Нет. Хорошо. Дашь мне? Нет. Хорошо. Дашь мне? Хуй тебе. Нет. У меня другие жизненные планы. Ты нарушаешь моё личное пространство. То ты с Алексом Лесли, блядь, не встречалась. Не представляешь, как он, блядь, нарушает жизненное твое личное пространство. Хуем своим. В писю. Вот. Неожиданно. После того, как холодный душ и ГК, и, короче, ЧВР, она в шоке, в ВИЖИ, да, блядь, какой пиздец, какой пиздец. Раз, член в одном месте. Вот это, да, это нарушение, я понимаю, личного пространства. Но почему-то они после этого не говорят, что я нарушил личное пространство. Они кончают. Вот. А когда ты там медленно начинаешь, там, не-не-не-не, пожалуйста, полежи ещё на коленках моих, два часа я поглажу тебя, блядь, сука! Я бы по рукам бил за такую хуйню, видел бы такое. Короче, поэтому, короче, тренируйся. Тренируйся, развивайся, будь жёстче, будь жесток. с женщинами будь жесток. Ласков и жесток. Вот это вот, для них вот эта ласка и жестокость, вот это, да, он жестокий и ласковый. Ласковый и жестокий, переключения, они от этого дико прутся, они хотят, они тащатся, они кончают от этого. И, сука, иногда тоже бывают ласковыми, жестокими, жестокими, когда царапают, сука, тебе спину, когда ебутся с тобой. Вот. Но, ладно. Не будем о грустном. Вот. Но, Это побочный эффект страсти. Ребята, пишите вопросы на WhatsApp. Я читаю прямо с WhatsApp. И, значит, в комментарии ваши не вижу здесь, в YouTube. А читаю то, что вы пишете мне на WhatsApp.